9 мая в Славутище открыли фестиваль кино и урбанистики 86. Прологом перед официальным открытием стала презентация готовых проектов в районе Котлована. Витаю вас в коле близких духом та сердцем. Дякую, что пришли. Это озеро, которое никогда не было заполнено водой. И эту утопию мы решили использовать, потому что она идеально римуется с самой утопичной концепцией города Славутича, которая идеальна в своем строительном контексте. После этого участники пролога открытия побывали уже на готовых проектах. Совершила это путешествие вокруг Котлована и наша съемочная группа. Фудкорт – наша первая остановка. Для нас это был интересный опыт. И, может быть, первый в таком роде, когда мы были пригласены на события, в которой не только мы сейчас строим, поэтому собрана такая тусовка из более чем трех десятков людей, которые хотят что-то строить, хотят что-то строить, и с таким вектором на урбаністику и архитектуру. Для нас это было, по сути, для меня было первым, Костя уже был на подобных фестивалях. Я думаю, что в Украине такого еще не было, и это очень круто, что началось, и результатом есть ряд таких проектов. То есть это конструкция, которая теоретически складается из трех частей, и ее можно после фестиваля разбирать и собирать под определенную событию. Также структура, которую вы видите наверху, такая пылька, она сделана, в принципе, из отходов, которые вы купили в никаком из производства. Это не были специально нарезанные элементы, а просто уровни плашечки, с которых мы сейчас сделали. Отметим интересную систему крепежа с помощью тросов и растяжек. Столики и сиденья в виде восьми букв «Славутич». Как утверждают авторы и создатели, перед началом работы они посмотрели на уже существующие славутичские вывески. Есть союз, есть универсал. Мы из этого всего выбрали шрифты, которые нам больше доходов были. И из каждого литра это отдельный шрифт. Конструкция «Маяк». Идея появилась, когда урбанисты, участники фестиваля, собрались как-то вечером у котлована. И кто-то сказал, смотрите, какой прекрасный вид, а внизу пристань, проект двухлетней давности. Только маяка не хватает. Во! Так и была реализована программа, или точнее проект «Маяк». А об этом объекте мы уже рассказывали ранее. Рабочее название – «Лазалка». А вот окончательное – совершенно другое. Гнездо кукушки. Почему? Логики как-то нет. Но вскоре мы поняли, что на этом фестивале логику искать нужно не всегда. Идея, кстати, подсказана славучанами, которые считают, что в Славутиче мало мест для активного отдыха. И практически все время, пока презентовали гнездо кукушки, славутические дети осваивали этот урбанистический проект. И последний, пятый проект с названием «Мост» или «Отель 86 звезд». Сама по себе концепция моста через несуществующее озеро. А ритм колон соответствует ритму сооружений в городе. 86 брусов с белыми парусами. Смотрится красиво. Чем-то напоминает видео из фильма «Пёрл Харбор» «Простыни на просушке». Помните? И здесь, пожалуй, второе название подходит лучше. «Отель 86 звезд». Потому что рядом стоят палатки, в которых живут некоторые участники этого фестиваля. А это бульвар, ведущий к маяку. А еще в день открытия массу неудобств принесла славутическая мошкара. Она заставила участников превращаться в подвижные фигуры, напоминающие вертолеты. А особо сконцентрировалась мошка около котлована. Видимо, прочитала в программе фестиваля, где будут собираться урбанисты в этот вечер. А что производит наибольшее впечатление, девушка? Мошки, которые лезут в лицо. Понятно. А на вас? То же самое. Но вы же не машете этой программкой. Или все равно мошки, да? А рядом танцующие урбанисты. Видимо, таким образом нашли способ борьбы с мошками. Долго вы забираетесь здесь танцевать, девочки? Пока не начнется презентация. И даже во времени. Даже во времени. Это как танцы, борьба с мошками, я так понимаю. Да, да, это и ритуальный такой танец. Вообще впечатляет количество хороших, прекрасных живых людей на этом фестивале. Вы их все знаете? Нет, конечно. Их очень много. Но я надеюсь, что познакомимся с большим количеством людей. Спасибо. А так туча черная не пугает? Да просто туча. Это же природа. Мы живем здесь среди туч, среди солнца, среди мошек. Это все наше. Ну так подожди, туча вам нравится, а мошки нет. Я не понимаю. Я же говорю, что мы живем среди мошек, туч. Мошки впечатляют. Очень много. И в фудкорте мы поинтересовались. А у вас нет чего-нибудь антимошкового? Мошковое есть. Есть. А что это? Гвоздика. Гвоздика? Да, масло. Масло? Ух ты. А его внутрь или наружу? Проверили. Помогает. Но ненадолго. Само открытие фестиваля прошло в киноконцертном комплексе. Вначале людей было не очень много. И удивил военный оркестр, сидящий в разнобой в зале. Что-то вызывало удивление, но об этом поговорим в финале нашего репортажа. А в начале ведущей вечера Юрий Марченко заметил, что фестиваль... Не слишком серьезный, хоть классный, но не слишком серьезный. Поэтому у меня предложение. Работаем без сценария. А соведущая Маргарита Куличева, не обращая внимания на Юрия, дочитала. Это про что, что может быть в моем важнейшем жизни? Это про контакт. Это про когда впервые видишь человека и сверху понимаешь, что она твоя. А после этого зрители увидели трейлер фестиваля. Далее в течение почти часа ведущие вечера напомнили участникам фестиваля, а что, собственно, будет в эти пять фестивальных дней. И начали с конкурса «Пальма-Пивночь». И ребята получили 140 заявок из девяти стран. Это, прямо скажем, до хрена. И это Украина, Россия, Беларусь, Грузия, Германия, Азербайджан, два Латвия и Эстония. Да, выбрали в итоге 12 лент, 5 украинских и 7 зарубежных. И одного дня они все поедут в Лос-Анджелес, чтобы подсеркать эту золотую статетку и сказать, «Дякую, но все тысячи, мы должны засподимать». После этого зрители увидели трейлер этого конкурса. Значит, решите для себя. Либо вы действуете, либо вы ждете, когда ваши дети-внуки решат за вас эту проблему. Кто хочет ждать, чтобы за вас ваши дети решали ваши проблемы? Я вас призываю не ждать. Я вам тоже не могу зрозуметь. Таким образом, и происходило знакомство со всеми проектами фестиваля «Кино-урбанистика-86». Затем на сцене побывали координаторы по направлениям и рассказали о своих ощущениях и планах. Так, в частности, Диана Берг пригласила всех посетить мариупольский проект «Тю». «Тю» — это мариупольская арт-платформа, которая в городе с милитаристским таким индустриальным дискурсом пытается развивать современное искусство и популяризировать современную какую-то культуру в то время, когда, ну, на самом деле, это не совсем всем кажется на часе. И именно в этом мы, наверное, чем-то похожи с «86» с тем, что они делают в «Славутиче». У нас большая команда, и в этом году мы впервые на выезде работаем всей командой. У нас 10 человек. Мы собрали сумки, неделю назад приехали сюда, чтобы сделать то, что пока никогда не делали. И мы подготовили программу из пяти, на наш взгляд, классных концертов, вечеринок, все они разные. Почему-то вспомнилось, как лет 30 назад у нас зарождалось движение «Дисней». Так что нужно будет обязательно заглянуть в киноконцертный комплекс в старый павильон ТРК «Славутич». Координатор фестиваля Арина Старовойтова пригласила всех на реализацию проекта «Фудкорп». Дуже рада всех вас бачить и насолоджиться с «Славутичем», насолоджиться с покоем. комфортом, спілкуванням, оптимизмом нашим, насолоджитися жуками, хрущами. Главное, скажите, что в меню? Это неважливо, подивись на меня, это неважливо меню. Меню дуже обширно, і воно дійсно на фудкорті біля Сухого озера. И, кроме того, там 10, 11, 12, безкоштовные, вольные, вуличные перегляди, которые я так же координаю, модерую. Тож, славутичане, є безкоштовна подія, запрошую на вулицю. А уже после этого и начали выступать официальные лица, которые к этому моменту поняли, что традиционные, взрослые, серьезные приветствия не нужны и стали фантазировать. Сегодня, именно вашим проектом, вашим фестивалем, открывается великий мистецкий марафон по маленьким местам Украины 2018-го року. Малые места, великое впечатление. И я приветствую вас с таким вдалым начатком. Я желаю вам четырех дней на салон, именно киномистическом, мистическом урбаністики. Я желаю вам построить свое место и построить свое место, согласно современных требований. И вот ваша тематика, которая называется «Что с невловимой». Это именно про культурную политику. Потому что то, чего не было в Украине до 2014-го року, это сейчас мы пожинаемо цих плодов. Поэтому нам нужно это так и уявить. И я желаю вам этого на фестивалях. Зизнаюсь, час от часу техническая служба подготовки фестиваля через свою прекрасную фею Арину Старовойтову ставила на деяк періодично нашу комунальну службу в ступор. Но, надеюсь, со всеми усилиями нам удалось, что сделать в Котловане, для того, чтобы отчинок там был и проведенный час там запомнятался надолго. Единственное, что бендежить, завдание одними из команд, это Харьковская детская архитектурная школа. Они хотят всех юных словучан сделать урбанистами. Еще их одна мета – перевернуть идею города с них на голову. Ну, хай им это удастся, но великое прохание – не забудьте поставить место Славутич снова на ноги, чтобы мы смогли подготовиться до шестого неювилейного фестиваля. Всем приятного отпочинка. И вся команда Славутича сподівается, что фестиваль, международный фестиваль кино и урбанистики, еще больше подружится с местом Славутича. И новые встречи, они будут и будут и будут. Далее под музыку саксофониста Николая из военного оркестра ведущие рассказали о 39 партнерах фестиваля. Таким образом, открытие получилось в стиле «все наоборот». Впрочем, у этого фестиваля – это традиция. В финале на сцену позвали соорганизаторов фестиваля Надежду и Илью. Главная новина у меня – голос. Мы с вами как пара. Сейчас свет очень динамический, мобильный. И есть много так называемых отношений на вестинке, что мы общаемся виртуально, а лично очень редко. Раз на рік. Я могу сейчас пару хвилин, чтобы вам все рассказать. И от голос. Голос есть. Розобрались на ювилейный фестиваль. Зрозумели, что аллергия на цветение. Ось, я надеюсь, что далее я смогу говорить. Но я это объяснила, я готовилась. И одним ресурсом, користуючись темы, выбрали. Что-то невловимое. Я думала, ну классно, как раз я не смогу говорить. Будет так концептуально. И все вийшло навпаки этого раза. Ну, друге, что хочу сказать. У нас великое досягнение. С одного боку, государственное финансирование. Мы очень счастливы. Не просто потому, что нам нужны деньги, а потому, что это какой-то прецедент. Но еще больше, мабуть, важливое для нас с вами, это наша компания на спильном кости. И, по-перше, давайте поднимемся в видео, потому что я его режиссировала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, отлично. Вот как это была разножка, соединяй ноги. А еще они поблагодарили всех, кто помог фестивалю материально. А на экране появились фамилии 130 скинувшихся на фестиваль. Ну, кроме Министерства культуры, конечно. А в финале Илья сказал трогательную речь. Мы живем в сложный час. Это очень важно. И давайте каждый из вас, кто сюда приехал, когда все это закончится, держим в голове, что я на самом деле так много классных людей, как вы, и как те, кто сидит рядом с вами, и не знавируется. После чего Надя и Илья открыли фестиваль. А в самом финале произошло маленькое чудо. Музыкальная бомба. Взрыв эмоций. Ну, называйте, как это хотите, но объяснить это очень сложно. Черниговский оркестр военно-музыкального центра сухопутных войск вышел на сцену вместе с рэпером Димой и устроил пятиминутное шоу. Тарас, Бутбан и Иван Грозный его убили. Но уже поздно. Такой, такой, такой себе сын. Такой, такой, такой себе сын. Такой, такой, такой себе сын. Такой, такой. Тарас, Бутбан и Иван Грозный его убили. Тарас, Бутбан и Иван Грозный его убили. Тарас, Бутбан и Иван Грозный его убили. Слепо веря в свою удачу, Разрываю сигаретную пачку, Переведу, но не заплачу. Еще можно взять батончик на сдачу, Но я горю, как в первый раз. Это и есть наш единственный шанс Что-то так сильно бьется в груди. Ты мой последний листик фольги. Ты мой последний листик фольги. Ты мой последний листик фольги, Но ты мой последний листик фольги. Конечно, мы были под впечатлением и сразу же нашли дирижера оркестра. Браво, откровенно говоря, жал стоит. Ваше ощущение, вот, кто вы? То есть для меня вы откровение определенное. Это такое впечатление, что мы из другой планеты, вы так запрятали? Почти да, почти да. Мы військово-музичный центр сухопутных войск, Збройная сила Украины, а базуемость мы действительно в Чернигове. Это экспериментальное выступление или это ваша фишка, и вы так иногда работаете? Ну, почему так сразу с штатскими? Ну, понимаете, музыка, вона не имеет кордону. И мы выступаем в разных жанрах и пробуем себя в разных жанрах. И один из таких направлений, вот Маргарита нам запропонувала, ну, через певные, там, скажемо, дзвинки, не дзвинки, мы один одного нашли. Вот, была такая пропозиция, и мы ее приняли, я думаю, что это интересно. Музиканти все профессиональные, поэтому, ну, для чего, довго, да. Воно, когда больше сыре, то воно тогда больше свежее, понимаете, а если уже очень загранито, то тогда воно получается. Нам вообще все подобается. А потом познакомились и с главным репером. Меня зовут Дима, добрый день. Дима, добрый день. Дима, сколько часто ты выступаешь с военными? Первый раз. Ну, и как они тебе? Вообще, люкс, самые лучшие военные, которых я видел. То есть ты теперь после этого точно идешь в армию, поступаешь к ним, работаешь у них постоянным исполнителем, реперисполнителем? Я думаю, мы с ними поедем в тур скоро. В тур? Да. И ближайшие ювы, видны тоже. Наверное, да. Это да, это победа еще. Я думаю, что да, это просто победа. И решили поставить официальную точку в открытии фестиваля у серьезного человека из Министерства культуры. Дело в том, что, несмотря на то, что я имею отношение к официальной культуре, скажем так, я пришла в 2007 году на свою посаду, скажем, из громадского сектора. И мы делали много проектов, которые связаны именно с розгерметизацией, скажем, госсо-радянского общества. И в этом году, когда мы начали проектов «Малые места. Великое впечатление», мы решили, что мы будем поддерживать нестандартные мистецкие проекты, которые спрямовываются на розгерметизацию пространства, на злам стереотипов. И 86 Славутич сам так же получил победу. И сегодня мы стартовали с, скажем, великим мистецким марафоном по маленьким местам нашей страны. Что поразило, что в раз в год? Машкара не нравится. А так все подобается. Дуже хорошая атмосфера, хорошая погода, хорошие люди, очень хорошие впечатления от города. И даже сегодня сделали много постов в фейсбуке. И закликали молодь приезжать, чтобы приезжать на шлюб за добу, потому что у АТУС много очень интересных. Каменья, Зерусалима, Білий Ангел, охоронець Славутича. То есть очень интересная традиция, которую нужно популяризировать и залучать сюда туристов. А в заключении поговорили с ведущей утреннего шоу «Доброе утро Украины» первого национального Татьяной Гончаровой. У нас мэр був на эфирі программы «Доброго ранта Украины». Я подумала, боже, це тиміско-переможець, з восьми міст переможців в проекту Міністерства культуры України, маленьких містов, великі враження, який найбільш мучно, швидко, з гумором, доречно говорить про всі абсолютно речі. Я подумала, не певно, з ним працюють політики, а дізналася, що ні. Але мене, моє бажання і моя любовь до теми аварій на ЧАЕС, зомбі-чуження, давно хотіли затащити на цей фестиваль. І нарешті на п'ятий потрапила. І завдяки Міністерству культуры, і завдяки чарівності вашого мера. Хай будуть думати, що проплатив, не проплачував абсолютно. Фомічов зараз в Японії, і так би я, звичайно, хоча б цукерками взяла чекавою, а так не можу. Це може бути на гроші в Україні, не? І просто я настільки радію, коли ініціативу підтримує і держава, де цього робили там своїми силами місто, а тут Міністерству культури долучилася. Тобто позитивні зрушення є. Ну, а я взагалі оптиміст, я зараз просто дивлюсь і думаю, це просто місто – одне з зірцевих в Україні, Славович. І для мене Славович було цікаво, я сьогодні спілкувалася і з вашими тренерами, і з вашими дітлахами, і всі кажуть, що ми стільки я любимо. Я думаю, якісь божевільні одержимі. Дійсно, люди люблять своє місто Славович. Можливо, навіть, я не люблю таких порівнянень, можливо, навіть, але в Києві не через кожного першого я зустріну любов до Києва. А тут я бачу, що наше місто найкраще. Що вразило сьогодні? Абсолютно все. Ну, чесно, я вам скажу. Мене завжди вражають ці квартани, я тут вже не вперше. Мене вразили дівчата, які люблять футбол, футзал. Мене вразило абсолютно відморожені. Я пам'ятаю, ще коли у нас були в 2019-ті революції були. І я давно не бачила такого скупчення молодих людей. Рослаблені, відпочиваючі. Спокійно йдуть, творчі, цікаві на зовнішні. З такого скупчення я не бачила. Ось так, скажу. Хоча б на Славутич 86. Я до вас збираюся на Завру 8. Чи День міста буде? День міста у вас першого червня. Першого суббота, да. Червень. І червень. Мені треба повернутися. І музей ваш Славутич у вас неймовірний. Ось так, діра. Дякую. 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 Про любов з першого погляду. Про єконтакти. Про своїх людей. Про інтуїцію. Щось неможливо вславутичі вже почалось.